Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Анапе, поселок Джимоте. Мы находимся на гостевом проезде и сегодня с вами посмотрим это место. Как тут оно выглядит, что здесь изменилось, расскажу, как оно после потопов. Ну, в общем, максимальное количество информации. Не забывайте подписаться на наш телеграмм Мореоз Юра Заровский во всех соцсетях. Это ВКонтакте, Одноклассники и, конечно же, Яндекс.Дзен я присутствую. Ну и Рутубчик докинул до конца. Буду благодарен за вашу подписку. Ну и пойдемте прогуляемся. Давайте сразу по инфраструктуре, что здесь есть. Вот магазин продукты. Слева тут тоже работает магазин продукты, кафешек несколько подряд. Это в летний период, сейчас вот только один магазин продукты. Столовая с той стороны работает. И здесь бывает такая придорожная столовая. Если пройтись туда, до первого проезда, там есть магнит, пятерочка, то есть магазинчики. Ну и вот также у нас есть здесь кафе Казаново. Ранее, знаете, такое место прям очень-очень примечательное. Сюда собиралось огромное количество людей. Сейчас вся движуха идет в районе первого проезда. Хотя и сюда нет-нет, заходят люди. Самый важный момент, что у нас плюс 11 температура воздуха. Ветер дует очень сильно с моря. И мы с вами отправляемся именно туда. Если вы приедете сейчас, то, наверное, здесь вам будет немножко грустно. Ну, в принципе, на море погулять, продышаться ничего не помешает. А вот развлекаться, как это было бы не прискорбно, здесь, наверное, негде. Все закрыто. По потопам обещал рассказать. В 2021 году здесь была беда. Речку Можипсин перекрыла Минобороны. Анапская администрация не открыла, хотя мы очень сильно просили. Причем до сих пор не открыла. И было много воды. Вода пошла по речке, уперлась в плиты. Уперлась в фею третью. В забор, как в плотину. И часть воды пришла сюда. Здесь затопило и несколько дней стояло все гонило, цвело. Сейчас от этого, наверное, следа, можно сказать, что не осталось. Но, как говорится, будем надеяться, что все-таки администрация отреагирует. И речка Можипсин откроет. Тогда этого больше вообще, в принципе, никогда не повторить. Потому что во время дождей, да, бывает, вот здесь собирается вода. Но чтобы она кому-то особо мешала. Да нет, все проходит, все отлично. Вот тогда были прям потопы, потопы. Мы проходим Динамо. Многие называют эту остановку не гостевой проезд остановить, а на Динамо мне остановить. Вот здесь мы видим, что снесли ролеты, которые были вдоль забора. Ни один из ролетов сейчас не функционирует. Нет тот жизни. Потому что, может, кто-то ищет как раз такие места, что пришел, гуляешь, отдыхаешь и никого кругом. А может, кому-то, наоборот, грустненько. Вот вам Белый Лебедь. Подписчики здесь отдыхают. Говорят, что, в принципе, им все нравится. Кстати, мы видели, как из Динамо детей эвакуировали. У нас МЧС на Банане. Именно на этом проезде выглядело это, честно, очень интересно. Ух, какой ветерок. Вот именно в этом месте обычно во время дождей собирается вода. Здесь Динамо, новый отель. Многоэтажка тут появилась. У нас Кайбридж называется. Это был самый большой такой взвол. Но вот когда администрация не убрала перекрытие с речки Можипси на территории Министерства обороны, которое установило у нас Министерство обороны при Сердюкове, вот беда случилась, затупило целые районы. Я причем администрация говорю, ну это же с речки. Мне первый потоп сказали, нет. Кстати, да, потоп был не один. Я, кстати, утеплился. Грустно в случае в том, что там геодезист, там мой роднапы отвечал, что говорят ему, ну, не виновата речка Можипсин, это просто вода откуда-то не понятно откуда. Ну, когда второй потоп речка Можипсину перла, в принципе, не было дождей, и пошло топить все Джимате, тогда как бы уже вопросов больше, наверное, не возникало. Ну, хотя, мне кажется, все-таки возникали, потому что русло до сих пор не расчистили. Вы можете увидеть, как сильно Джимате, гостевой проезд завалило песком. Прям огромные горы. И дюны пытаются, как всегда, вернуться на свои места. Вот только где-то есть дырка в дюнах, сюда задувает огромное количество песка. И можете увидеть, ну, такие, наверное, неприятные вещи, как заваливают тролеты, магазины, заборы. Ну, это все вынесут, вычистят. Вопрос в том, чтобы песок возвращали на пляж. Да и через эти дыры песка очень много улетает просто туда, которая является также невосполнимой потерей. Вот за вот эти прорывы, как раз таки в дюнах, для того, чтобы было более комфортно кому-то выходить на море, мне кажется, надо все-таки нести ответственность. Вот, смотрите, как все завалило. Теперь надо прорваться. Тут действительно очень сильно дует ветер, песок летит в глаза, и приходится вот так вот отворачиваться, чтобы не сильно его наесться. Когда еще комментируешь, то песок очень сильно попадает в лицо, и это как бы совсем нехорошо. Ох ты, ешкин-кошкин. Смотрите. То есть за одной дюной, там следующая дюна, и меня там походу засыпет. В общем, ребята, я старался, делал все как мог. Если меня сейчас пристепят песком, в общем, знайте, я здесь. Вот так вот возвращаются дюны на место. Видите, здесь их никто не трогал, и они сюда как бы особо не стремятся. Царский трон нашли, ребята. Кто-то забыл. Разыскиваются хозяева царского трона. А вот там, где они прорылись, создается аэродинамическая труба, и сюда все улетает. Приходится вот так вот разворачиваться, чтобы хоть как-то спастись от вот этого песка, который летит во все щели. Обратите внимание на количество мусора, разнообразного валяющегося, особенно битого стекла здесь просто немерено. Обещали, конечно, восстановить, что-то сделать с этими проходами, но мы видим, что никаких действий проведено, не было. Вот я сегодня наем царева. Песок вкусный, со вкусом малинки. Ох ты, что у нас тут творится? Это для йоги кто-то ставил прям так побольше гвоздика. Мы выбрались. Посмотрите, как сильно метет песок. Да, кадр, конечно, не для слабонежа. Сейчас очень хорошо видно, что именно растения, видите, с ними корнями, сдерживая влагу в песке, не давая ему высыхать, и сдерживая вот эти кучки нашего песка, потому что весь сухой песок сметает. Видите, не осталось вообще ни на берегу практически, ни здесь весь сухой песок улетел. И только лишь, повторяюсь, растения что-то смогли остановить. Посмотрите, сколько под этим песком мусора люди наносили, зарыли и превращают наши дюны в такую вот своеобразную свалку. Просто ужасно это все больно глядеть. Всего такая вот свинья. То есть стоишь на вершине. Я, царь, горы, красота, ветер, море. Шикарно. Ну, честно, не прям так холодно, но все равно продывает. Из-за этого спрятался под шапку и капюшон. Виды, конечно, сумасшедшие. Вот все на это. И вот тоже, видите, пришли ребята на пляж, уже насобирали чего-то и возвращаются обратно. Ну, метет просто жесть. Интересно, конечно, какая скорость ветра. Попробуем сейчас замерить ее. Песка содержания ветра становится поменьше, потому что сухой уже весь улетел. И вот сейчас можно опять-таки ходить, собирать золото, деньги, там все что угодно, потому что, во-первых, толще песка ушло, во-вторых, тут многое будет видно и так. Тогда все ради интереса попробовал вам найти монетку какую-нибудь. Глаза просто все засыпало песком. Очень тяжело. Но остается все. Песок только из-под них вылетает. И можем, ну, кучу всего, что пригласил сюда человек, наблюдать именно на пляже. Ну, большинство, конечно, собирается нас муталовать скатерями, которые ходят по побережью. Все найти невозможно. Вот видите, наши ракушки, они вот как остаются, такие лежат. Видите, там такие сюрреалистичные картинки. Ну, точно так же монетки можно найти, и колечки, цепочки, сережки. Так что, в такую погоду очень интересно гулять по пляжу. Все равно, именно когда дует сильный-сильный ежак. Ну что, морюшка, здравствуй. Мы к тебе сегодня дошли все же. Несмотря ни за какие-нибудь перипетии, у нас это получилось. Глаза, правда, в зале сыпаны песком, и море бежит нам навстречу. Привет! Привет! И мы рады тоже видеть тебя, если честно. Так от души встречает нас. Сегодня тоже на квадрокоптере летать не буду, сильный ветер. Мне кажется, что его сдует просто. Риск неоправдан. Задача, мы видим, что 4 кайт-серфера произведут морские просторы. Надеюсь, что в скором времени смогу к ним присоединиться. Когда обучусь, сегодня надо будет все эти прослушать, я сегодня спрашиваю Александра, как мы с обучением, когда продолжим. В общем, ветер обещает, что еще раз дует. Вот докуда мокрое, то мы видим, что, возможно, доходили волны. Ахер, море, шторм, это красота. Именно такие ощущения счастья, радости от морского волнения, возможность найти какие-то подарки, так сказать, судьбы на пляже. Ждут вас, если вы приедете даже в межсезонье. Сейчас становится с каждым днем все теплее и теплее. Мы надеемся, что погода будет только улучшаться. Повторяюсь, на календаре 29-е, 03-е, 2022-й год. Температура моря плюс 7 градусов. Температура воздуха плюс 11. Море шумит, воздух наполнен морскими солями, морским йодиком. И здесь должно быть хорошо каждому, кто придет прогуляться и морем понаслаждаться. Ну и главное, не втыкайте, как я, чтобы ножки ваши не попали под морские волны. Вода, кстати, по-моему, вообще очень хорошо почистилась. Я в первые дни когда приходил, говорю, не хочу купаться, потому что море грязное сейчас продуло, так сказать, течениями. И вода, вы можете увидеть, очень чистая и красивая. Поэтому, как закончится шторм, мы будем пытаться окунаться и вместе с вами этим видами наслаждаться. С вами был Юрий Азаровский. Не забывайте подписаться в ВКонтакте, в Телеграме, в Море ООС, ВКонтакте, одноклассников, на Янтыс День, Юрий Азаровский, также на Рутубе. Буду вам признательно благодарен. И пару минут моря для каждого человека, который со мной сегодня гулял. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок.